Приветствую вас в новой части! Продолжим разбор видео о событиях в колледже с позиции анализа видеоматериалов о свидетелях, о пострадавших, о очевидцах. Ну, здесь нельзя не упомянуть видео лайва номер 7, которое нагоняет жути. Ну, суть видео, там, зашли мужики с пистолетами, металлоискатели не сработали, постреляли в баллоны. Ну, и вот небольшой фрагмент этого видео. Они зашли, стреляли в баллоны, а там голубые... Бредовое совершенно видео, которое должно возникнуть, чтобы у зрителя ощущение какой-то тревоги, страха и ужаса. Вот знаменательное 15-минутное видео о событиях в Керчи. Вот на третьей минуте мелькает там Мирошников Чеплыгин, который сменил фамилию и отчество перед тем, как стать преподавателем КПК. Характерно, что на нем бейджик, и это только характерно для постановок, а при реальных событиях, ну, никому в голову не пришлось бы ему бейджик нацеплять, чтобы он интервью раздавал. Да еще и как и интервью, мы дальше об этом поговорим. Вот мы видим просьбу не поднимать воздух квадрокоптера. Вот. Не поднимать воздух квадрокоптера. А я еще мысль эту давал, что вот бы квадрокоптер нормального человека, и мы бы все бы сами узнали без всяких бы средственных органов. А почему? Да потому что, если бы квадрокоптер нормальный запустить было в этот момент, то мы бы все бы узнали, мы бы поняли картину фейковую спасательной операции бы до нельзя. И наверняка бы сейчас бы мы уже в другом государстве бы жили, если бы кто-то поднял квадрокоптер в Керчи. Вот тут раздают интервью со слов того, кто якобы там был. Человек просто ходил и в втором этаже расстреливал все его. Вот тоже говорят про расстреливал на втором этаже и тоже говорят про перерезанное горло. О, парни, может от осколков или от чего было перерезано горло. И тут же заявляют, что у многих детей были оторваны руки, ноги. У многих детей были оторваны руки, ноги. И что преподаватели женщину прострелили голову. А мы видим ее в открытом гробу потом. На этом же видео знаменитая фраза Аксенова о зачистке. У нас с вами задача одна сейчас, то есть полностью зачистить. Тут же и Мирошников-Чеплыгин дает интервью и несет какой-то бред про задержание преступника. Они начали убегать, кто-то начал задерживать этого преступника. Также он заявлял там, кто бежал, кому в ноги выстрелили. Вот человек из Братства Кольца дает интервью. НТВ. Это самое больное, почему можно ударить? На всех. Вот вообще это видео, я вам напомню, по официальной легенде, 21 погибших, более 60 пострадавших. Мы не видим массового горя, никаких истерик. Мы видим вообще полное молчание, когда говорит Аксенов. Это просто бутафория чистой воды. Если бы реальное событие такое существовало, то там вся бы Керчь пришла бы и на ногах была. Во-первых, было бы непонятно, что это такое. То есть масс-шутинг это был или это просто было там учение какое-то ФСБ, как многие тут нас на ФСБ все спихивают. То есть, ну, просто у людей было бы возмущение, причем неконтролируемое, потому что сотни бы людей были бы на грани отчаяния из-за смерти или пограничного состояния своих любимых детей. Там же, на этом видео, знаменитая ухмылка девочки на реплику о одном стрелке. Вот смысл этого фрагмента в том, чтобы понять абсурдность официальной версии и чтобы все спихнули на российские спецслужбы, на ФСБ, на прокуратуру, на средственный комитет. Вот что эти люди покрывают якобы реальных убийц. Но дело, как вы в двух частях смотрели, кроется не в этом, а в постановке, где главные действующие лица это не спецслужбы РФ и не спецслужбы Украины. Это дело транснациональной корпорации, которая не привязана к определенным государствам. Вот тут еще Аксенов всем все гарантирует. А почему говорят один? Я гарантирую, что я вам говорю здесь правду. Я был там и на месте, я заходил. Ну, кстати, я бы Аксенову, если он меня смотрит, порекомендовал бы поизучать, что с чиновниками происходит, когда они становятся участниками постановок, например, в питерском метро. Они могут случайно поскользнуться в бане и разбить себе голову насмерть. Поэтому здоровья тебе Аксенов, если особенно мои выпуски смотришь. Вообще с Аксеновым общаются крайне неестественно, крайне сдержанно и с таким большим уважением, что не характерно для поведения людей, которых вообще держит неведение. Уже там прошло 10 часов, грубо говоря, о их судьбе родственников ничего не известно. За такой промежуток времени там бы люди срывались просто повальными на этого Аксенова. Я покончил с собой, я видел его тело. Был он на месте, был один. Ему нужна была бы охрана, но ничего мы этого не видим. На видео все спокойно, эта вот тусовка, которая там снималась, она никак себя не проявляет. Не агрессивно, не истерично. Все это выглядит очень странно, особенно для меня, и учитывая все наши аргументы. Вот хотя бы один комментарий пользователей 911 насчет этой всей ситуации. Нет ощущения беды и суеты. Просто какие-то люди стоят кучками, без тревоги на лицах и даже без особого любопытства, среди которых очень много журналистов. И, кстати, журналистов много. А видео крохи. 2.40 выстрелов. Все спокойно стоят, даже не реагируют. Момент, когда обступили человека в черной куртке, пытаюсь представить людей, дети которых учились в этом колледже и не отвечают на телефонные звонки. В таких случаях у них лица должны быть черные от боли, ожидания и беды, которые, скорее всего, случилось с их детьми. А здесь половина журналистов, остальные скучающие и вялые. И родителей там должно было быть намного больше. Ну, как минимум, 2 родителя, 150 человек должно было быть. Это только родители, а еще бабушки, дедушки, дяди, тети, их друзья, родственники. Это несколько тысяч человек должно прийти. Ну, отдельной строкой выделим видео номер 9, где Чаплыгин говорит о безопасности Керченского политехнического колледжа. Мирошников, вообще говоря, тут себя изображает, как революционера и такого деятеля, который за справедливость и рассказывает правду о безопасности, вернее, о ее отсутствии. Вот он жалуется, что ребенка не может без четырех подписей администрации отпустить домой, который болен. Мне нужно собрать четыре подписи от администрации, чтобы он пошел домой больной. Потом жалуется о безднести пропавших в своей группе, что никто ему не представляет информацию. Ну, в общем, Чаплыгин в оппозиции. У нас здесь пицца любит поставить свою машину дебильную. А если бы ее машина стояла возле входа в момент взрыва? Жандарахнула бы еще сильнее. А сейчас вообще молчок про этого Чаплыгина. И не награжден он никак. Все-таки он мне написал, что у него якобы четыре человека в группе погибло. И называл он меня мразью. Но меня это, конечно, вообще нисколько не трогает. Пусть даже и заяву на меня пишет в прокуратуру. Мы с удовольствием с ним побеседуем в суде. Особенно о его поведении и несостыковках постановки, если дело дойдет до суда. И вот в конце этого интервью Чаплыгин с блестящим актерским мастерством произносит версию об убийстве стрелка. Он отнял чужие жизни, и его жизнь потом отняли. Вот вопрос Следственному комитету. А Чаплыгин допрошен, он там столько много знает про безопасность Политехнического колледжа. И он вам столько рассказывал про множественность стрелков, и что даже и не сам застрелился Росляков. Но может быть все-таки допросить Рослякова и не Мамаева и Кокорина показывать допросы, а Чаплыгина всей стране. Вот еще видео 10 с комментариями очевидцев. На этом видео Ныжник из Братства Кольца. Творческая такая личность, певец. Ну, откровенно хреново играл в этих видео. Что он, давая интервью, что заявляет? Вот что, заявляет, что он оказывал помощь. И да, он есть на постановочных кадрах, оказывающий помощь. Единственный вообще кадр, который нам говорит о том, что якобы такое-то было оказание помощи. Мы видели там, на форуме есть грязные записи интервью Ныжника. Почему они не попали на центральные каналы? Ну, парень, видно, был смертельно напуган, он, видно, себя вел неестественно. И эти видео не попали в центральную прессу или в центральные СМИ. Плохо отыграл. Но он есть на трех цеховых видео, то есть он участник постановки. Вот он тут заявляет, что подходит к политеху и слышит взрыв. Ситуацию, когда подхожу к политеху и слышу огромный взрыв. И он действительно есть там на видео, где наложены выстрелы, но люди ведут себя, как будто выстрелов никаких нет. А просто там дымовую шашку какую-то взорвали в колледже. Вот еще массовка дает короткие интервью. Что столько людей погибло. Там потом дублируется видео о перерезанном горле и расстрелянных преподавателях. А вот человек заявляет, что слышал взрыв, пришел никакой... И о какой, кстати, стрельбе он на этом видео не говорит. Я слышал взрыв. Около 12 дома. Ну, также на этом видео есть интервью девушки Ани Лоханской, которая руку забором придавила. У ней, кстати, на видео есть перемотанная такая рука полностью. Мне демонстрировали фотографии в личку, где эта рука, ну, девственно нормальная, только с четырьмя черными ногтями. И мне демонстрировали многочисленные ее голосовые сообщения. Привет, Лоханской. Я обещал человеку не публиковать эти видео и фотографии. Вот она заявляет, что стреляли. Звук иногда, ну, который, когда стреляли, одна минута утих. Хотя сама заявляет, что нападавшего не видела и вот ничего такого не знает. А вот для нагнетения напряжения из братства кольца на среднем пальце видео. И вот загадочное обращение, наверное, к специалистам по разбору постановок. Если кому-то смешно, грош всем этим людям цена. Ну, тут не обошлось и без попов. Как страшно, я вот сейчас прокручиваю это все. Вот у пользователей есть сомнения, что это настоящие священники. Православным всем привет. Вот пробейте, настоящий это священник или это какой-то поп-актер. Он засветился на видео вместе с Щеплыгином. Ну, а на этом часть видео закончена. Распространяйте информацию, ставьте лайки, подписывайтесь на все мои социальные сети. До встречи в следующей части, которая выйдет, как только пройдет проверку предыдущая, чтобы канал остался живым.